Стали известны подробности крушения военного вертолёта под Краматорском. Напомню, это произошло вчера и сегодня, спустя сутки, спасатели достали тела погибших. Целый день, невзирая на погоду, специалисты пытались установить причину падения вертолёта. Все подробности в сюжете. Накануне об этом посёлке говорили во всех выпусках новостей. Здесь упал военный вертолёт МЕ-2. На борту было пять человек, три члена экипажа и два пассажира. Все погибли. Встануло ещё падение повитренного судна. Стало всё внаследование с линией электропередач. Военные вертолёты ориентируются по столбам. В зоне АТО летают диско. Этот полёт для МЕ-2 оказался роковым. Он зацепил и оборвал линию электропередач, после чего рухнул в поле. Вокруг места крушения усиленная охрана. Не пропускают даже прессу. С самого утра здесь проводят следственный эксперимент, чтобы выяснить, как всё-таки упал вертолёт. Среди версий рассматривают и возможную неисправность машины. Но есть и другие. Человеческий фактор. Порушение правил полётов у наследок заткнений с линией электропередач, что в дальнейшем служило причиной падения вертолёта. Также порушение правил полётов у наследок недбало оставление и військовых посадовых осіб до вылёту и подготовки посереднего экипажа. Лариса Григорьевна всё видела своими глазами. В момент трагического приземления находилась в саду. Рассказывает. Сильно испугалась, когда внезапно услышала громкий звук удара. Позже оказалось, упал военный вертолёт. Посёлок остался без электричества. С самого утра электрики пытаются восстановить оборванную линию электропередач, но погода вносит свои коррективы. Дует сильный ветер, идёт мокрый снег. По факту падения вертолёта продолжается досудебное расследование.